Театральная площадь Сочи превратилась в плац. Здесь накануне подводили итоги городского конкурса «Песни и строя». За звание лучших боролись 12 отрядов. Это победители районных этапов конкурса. Уже по внешнему виду школьников было заметно, насколько тщательно они готовились к финалу. Снечи солнечного дня, золотом горят! Строгие, подтянутые. Они демонстрировали умение работать в команде, выполнять строевые приемы. И все это в непростых погодных условиях. Накануне в Сочи дул сильный ветер, а после и вовсе пошел дождь. Всегда наша Красная армия, Советская армия, Российская армия загорелась именно в трудных условиях. И вам это сегодня удастся. В итоге лучшими среди старших отрядов стали ребята из Центра дополнительного образования хоста. Среди школьников помладше – 59 лицей. А уже на сцене Зимнего театра награждали самых активных участников месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. В его рамках в Сочи провели более 1200 мероприятий. К ним присоединились 62 тысячи школьников. Они участвовали в уроках мужества, встречах с ветеранами, ходили на экскурсии в музеи и военные части, выявляли сильнейших в военизированных эстафетах и спортивных турнирах, приводили в порядок памятники и мемориалы. Цель всех этих мероприятий – развитие у школьников чувства гордости за свой народ, уважения к его подвигам. Наши замечательные педагоги, наставники занимаются с ребятами с сохранением и приумножением патриотических традиций. Воспитывают у подрастающего поколения любовь к родине, к родному краю, повышают престиж военной службы. В итоге лучшим среди всех районов в военно-патриотическом воспитании был признан Адлерский. В числе номинантов оказалась и наша телекомпания ФКТ. Ее признали лучше среди СМИ в освещении мероприятий «Месячника». Важно, что завершение «Месячника» будет одновременно стартом нескольких военно-патриотических акций, которые пройдут в течение года до завершения празднования 75-й годовщины освобождения Краснодарского края. Полное освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков в крае будут отмечать 9 октября. Это одно из важнейших событий Великой Отечественной, которое ознаменовало завершение битвы за Кавказ. Оно имеет особое значение не только для города и края, но и для всей России. А это еще один повод для школьников гордиться своей страной.